Утро начинается не с кофе, а с обхода территории. На центральной улице деревни Белиутова председателя Совета депутатов ждали с нетерпением. Местные жители давно обратили внимание Станислава Радченко на проблему отсутствия пешеходных дорожек на улицах. Вместе с главой местного территориального отдела и подрядчиком народный избранник узнал, насколько возможно в короткие сроки реализовать данный проект. Мы обошли Белиутову деревню, наметили точки, где пройдет уже тротуар, деньги уже выделены, есть подрядчик, соответственно, уже есть проект. Естественно, сейчас будем сталкиваться с некоторыми сложностями, как-то проход газовой трубы рядом, охранная зона, колодцы, водоснабжение. Но я думаю, что мы сейчас в ходе обычной работы ежедневной с жителями где-то найдем консенсус. На коммуникацию Каширского шоссе поступало немало жалоб. Здесь нередко происходили аварии, так как трубам не меньше 50 лет. Сегодня на этой территории проходит ремонт сети холодного водоснабжения. Сюда и направился председатель Совета депутатов. По плану здесь проложат более 500 метров новых коммуникаций. Такая же замена запланирована на противоположной стороне дороги. Прокладывается водопроводная труба ПНД СДР-17 диаметром 160 миллиметров. Также устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами для улучшения состояния пожаротушения данных населенных пунктов. Основной точкой маршрута стал подъезд к школе и детскому саду, который достраивают в ЖК «Май». В скором времени учебные заведения заполнят около 400 человек. Без дополнительной дороги в комплексе образовались бы пробки. Поэтому проблему решили заранее. Под программой дороги Подмосковья были выделены денежные средства в районе 6 миллионов рублей на устройство дороги, подъездной дороги к ЖК «Май», устройство тротуара и устройство парковочных карманов. В данный момент работы уже ведутся около двух недель. Планируем даты окончания работы – вторая половина августа. Протяженность новой дороги – один километр. Сейчас решается вопрос об установке освещения по ее периметру. Подрядчик уверяет, что сдать объект он успеет в срок. На данном объекте никаких проблем не возникает. Все идет по плану. Все работы ведутся в мире графика. На данный момент работают четыре единицы техники и ориентировочно 15 человек. А главное – работы не мешают жителям. Начинаются в 9 утра и заканчиваются около 8 вечера. Все делают ребята так, как нужно. Все устраивает. Дорога – это нужно. Долго ждали, чтобы тут дорога была? Три года. Нет, вообще дороги не было. Машины все убили. Остро стоял вопрос организации въезда на территорию жилищного комплекса. Сейчас на стыке с новой дорогой – тротуар. Однако председатель Совета депутатов сразу узнал у ответственных лиц пути решения данной проблемы. В ближайшее время будет уже праздник, день поселения, горки Ленинские. Соответственно, я надеюсь, уже к этому моменту мы подойдем к финишной черте. Здесь будет и дорога. Здесь интересный подход. Мы как раз совместно с жителями проработали вопрос и пешеходной зоны, и парковочных карманов, и разворотной стоянки, где можно будет беспрепятственно высаживать детей и спокойно, безопасно проводить эту школу. Во время обхода депутат смог лично пообщаться со многими местными жителями, узнать о волнующих их вопросах, решить проблемы на месте или обозначить сроки их устранения. Сегодня в округе отремонтировано уже 12 дорог. До 1 сентября планируется завершить работы на остальных объектах. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Битное ТВ.